Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! С воскресным праздничным днём вас сердечно поздравляем, дорогие братья и сёстры! Сегодня 32-я неделя по Пятьдесятнице, неделя, то есть воскресенье, по Рождестве Христовым. И сегодня отдание праздника Рождества Христового. То есть сегодня мы закончили вспоминать и радоваться о величайшем событии в воплощении одной из постасей Божьих, Сына Божия, и рождении младенца, Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. Потому что завтра уже мы празднуем следующий, двундесятый праздник, событие, которое произошло сразу же, ну, через некоторое время по Рождестве Христовым, обрезание Господне. Этот праздник, хотя и двундесятый, он не очень, как бы мы его почитаем. Почему? В общем-то, этим праздником, как бы Господь наш Иисус Христос, исполнив требования ветхозаветные, которые даны были Моисею самим Богом, как бы завершает вот историю человечества ветхозаветную. И сразу же, вот в понедельник, завтра будет обрезание Господне, праздник двундесятый, начинается на следующий же день предпраздненство Богоявления. А вот здесь мы готовимся с вами, дорогие братья и сестры, к первому, как бы к началу благовестия Христова, к явлению Христа народу, когда он будет креститься от Иоанна в водах Иордана, когда будет совершено первое таинство уже новозаветной истории человечества, новозаветной церкви. Вот к чему мы готовимся. Вот святые дни святки, когда поста нет, пост опускается от Рождества Христова до пятницы этой недели, которой нам предстоит жить с вами, когда будет крещенский сочельник и будет строгий пост перед самим праздником крещения Господня, который мы будем праздновать в субботу с вами. Ну и сегодня Святая Православная Церковь как бы говорит нам о тех событиях, которые произошли сразу же после Рождества Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня Церковь поминает тех людей, которые непосредственно участвовали в этих событиях. Это праведный Иосиф Обручник, мнимый муж Марии, царь Давид, из рода которого происходили и Иосиф, и Мария, и брат Господень, сводный брат, сын Иосифов Иаков. Вот эти, как бы, память сегодня совершает Церковь вот этих трех человек особо. А что же произошло после Рождества Христова? Мы с вами помним вот эти удивительные события Рождества Господа нашего Иисуса Христа, когда даже ангельский чин пел славу Вышник Бога на земле, в человеческих благоволении. Открыто уже пастухи видели и радовались этому, и пришли поклониться Богу-младенцу. Более того, мудрецы в Вавилоне, которые наблюдали за небом, увидели знамение, которое Бог дал, что совершается некое очень необычное событие. И они вычислили, что да, Бог дал знамение о том, что родится царь иудейский новый. Ну, рождалось царей много будущих иудейских, но здесь Бог участвовал и даже показал своим знамением необычность этого царя, который рождается в Иудее. И эти мудрецы, ученые люди решили поучаствовать сами в этом событии, быть свидетелями этого удивительного события. Как мы с вами знаем, они через пустыню двинулись в Иерусалим. И, конечно же, они навестили царя, то есть владыку, это естественно, этого царства иудейского. Они пришли к Ироду, ему сказали о том, что знамение мы видели, и ведет нас, звезда, которая на Востоке появилась, вот как раз к этому месту, где царь иудейский родился. А Ирод сказал, и я так рад этому очень, и идите поклонитесь ему, а потом придите ко мне, расскажите, где он. И я тоже хочу ему поклониться. И вот пошли волхвы, как мы с вами знаем, поклонились. Младенцы Иисуса дары свои принесли с радостью своей. Ну, а ангел Господень предупредил их, чтобы они не шли к Ироду, а другим путем ушли из Иерусалима. Они это совершили. И Ирод, конечно, был озлоблен, оскорблен вот тем, что проигнорировали вот эти мудрецы, волхвы восточные. Его просьбу, он унизился, чтобы попросить их прийти к Нему и рассказать, где же этот младенец родился. Вот как мы с вами знаем, он созвал мудрецов, первосвященников, книжников всех, и спрашивал, где же должна родиться Мессия. Удивительная вещь. Ведь он же спрашивал о том, что Мессия где родится. И он понимал, вот в чем безумие Ирода состояло, что волхвы сказали, что знамень Бог дал о рождении царя Иудейского. Он спрашивал мудрецов, где Мессии, то есть того, кто послан Богом должен родиться. А он задумал идти против Бога. До такого безумия дошел этот человек. Да, и мудрецы сказали ему, что есть пророчество о том, что в Вифлееме Иудейском и родится Мессия, будущий Спаситель мира. Ну и нужно было, конечно, принять меры. А меры он принял простые. Значит, надо уничтожить младенца. Найти его невозможно было. Значит, надо убить всех младенцев, которые только что родились. Ну, это год. Ну, на всякий случай, чтобы не пропустить всех, кто еще, значит, питается материнским молоком до двух лет младенцы. Вообще всех убить и даже и до двух лет младенцев этих. И люди недоумевают. Как же так? Неужели этот человек мог совершить такие безумные, безумные, жестокие поступки? Просто дикие с нашей точки зрения. Родные мои, как раз языческая история, история народа иудейского рассказывает о том, что, да, действительно, Ирод, наместник Римской империи, царь иудейский, действительно, был такой. Он уже в своей патологической такой подозрительности, вот, ненависти к всем, вот, он просто дрожал за свою власть. Это поразительно просто. По какой-то мнимой причине подозрения к своей собственной жене, он приказал ее задушить. Он убил трех своих сыновей. Вот теперь давайте с вами подумаем, какой нормальный человек отец мог убить трех своих сыновей. Только лишь по подозрению тому, что они посигнули на его власть. Это, родные мои, история, действительно, которая написана не в Священном Писании, а в языческой истории иудейского народа. Много людей от него пострадало, и родных, и неродных людей тем более. То есть, удивляться тому, что он совершил, родные мои, нету причины. Действительно, это мнительный до безумия человек был, который вот решился на такое страшное преступление. Сегодня иродом называют кого? Человека, который вот такой безумный, дикий, по своей жестокости преступление совершает. Да, и совершилось это преступление. Были убиены младенцы, 14 тысяч человек. Я не знаю, мне приходилось читать скептиков по отношению даже к этому событию, которые говорили, что Вифлеем был небольшим городком, там такого количества жителей не было. Я не понимаю, что они не читают то, что происходило. Была перепись населения. Специально римляне хотели узнать, сколько же людей должны им дань платить, податьи, какие должны они получать. И в это время, как и Евангелие, Священное Писание говорит о том, что многие иудеи собрались в Вифлеем и в окрестности его. Там не только гостиница была занята, как мы с вами знаем, и дома все были заняты, что Святое Семейство вынуждено было остановиться в загоне для скота. Вот такое большое количество людей. Да, вот такое зверство совершилось. Причем, сегодняшняя Евангелие даже говорит о пророчестве пророка, который рассказывал о том, что это событие произойдет, жесточайшее, где, помните, глаз слышен в раме, Рахиль, вопиец, плачет и не находит своих детей, потому что их нету. Вот такое зверство совершил Ирод. Конечно, мы с вами знаем, что конец его тоже был страшный, вообще Ирода. Он получил, ну, мы, давайте говорить так, по заслугам. Хотя это странный человек был. Он одновременно очень много строил. Вот третий храм возобновил именно Ирод, и он много чего построил тогда в Иудее. И одновременно, будучи таким подозрительным до патологии, а, в общем-то, одержимым. Нормальный человек подобное совершить, конечно же, не мог. А с страшной болезнью, конечно, он скончался. Его черви просто изнутри съедали. Злово не было такое, что к нему не могли люди подойти. Он постоянно жажду чувствовал, голод чувствовал, не мог насытиться. Даже посягал на самоубийство. Вот так, дрожа за свою власть, даже вот в этих мучениях он не мог их вынести. Даже на самоубийство покушался. Вот так в страшных муках и ушел, и оставил себе самую плохую память, каковая могла и быть. Ну, конечно же, святое семейство находилось под Божиим покровом. И мы с вами знаем, слышали сегодня в Евангелии, что ангел явился Иосифу и сказал, беги в Египет. Быстро собирайся, беги в Египет. А вот теперь представьте, дорога в Египет. Это пустыня, жаркая пустыня. Именно пустыня. И вот Мария, у них был только один ослик, Мария с младенцем на руках. Старец, Иосиф был уже весьма пожилой, старец уже был совершенно. Он взял своего сына Иакова, которому сегодня церковь вспоминает, молодого человека, мужчину молодого, который помогал ему вот в этом путешествии. Мы с вами знаем, дорогие мои, что в Египте, во всех местах, которые проходило святое семейство тогда, уходя в Египет, остались, как бы, те места, особо почитаемые верующими христианами, вещественное подтверждение их вот этого ухода в Египет, где монастыри на этих местах, храмы строились в память вот об этом событии пребывания святого семейства в Египте. Почему в Египет они ушли? Павелоны Египет, ближайшие страны были как раз, Иерусалиму. Ну, вернее, да. И, в общем-то, из Вавилона пришли вот эти мудрецы, которые получили благословение от младенца Христа. Это были страшные языческие страны, что Вавилон, что Египет. Ну, а Господь, пребывая в Египте, осветил эту землю, в которой расцвело христианство, там много христиан. И вообще первично эта страна и была христианской до пришествия мусульман. Ну, и как мы с вами слышали сегодня в евангельском чтении, ангел явился, вот тогда Иосифу и сказал о том, чтобы он возвращался назад в Иудею, потому что уже тот, который хотел убить младенца, сам уже отошел в мир иной. Ну, сын его, Архилай, стал царствовать, поэтому Иосиф все-таки боялся возвращаться. Но ангел еще раз ему сказал об этом. Вернулся он и поселился в городе Назарете. По предсказанию сказано, что Мессия из Назарета придет, Назареем назовется. Вот такое сегодняшнее событие мы слышали, такое евангельское чтение мы с вами сегодня переживали. И мы с вами видим, насколько важен промысел Божий в судьбе и этих Богом избранных людей, Сына Божия, как и для нас с вами. Очень важен действительно промысел Божий и помощь Божия в нашей жизни. В каждом наш шаг зависит от его любви к нам. А он нас любит. Нам единственное необходимо обращаться к нему и слышать его голос в своем сердце, в своей душе. Вот, спаси Господь вас, дорогие братья и сестры. Еще раз поздравляю вас с сегодняшним воскресным праздничным днем, потому что каждое воскресенье все-таки мы почитаем его воскресение Христово. Это очень важно для нас. Ну и с иными событиями, которые предстоят.